добрый день меня зовут юрий и сегодня опять будем разговаривать разговаривать будем про типы корпусов камер раньше вот я еще помню это время было такое громадное количество разных форм-факторов камер что я идти удавалось сейчас же все производители сократили количество камер буквально до нескольких корпусов давайте мы их рассмотрим опять будем только рисовать самое простое модульных камер сейчас нет их практически невозможно купить цилиндровых камер тоже почти нет это все ушло в никуда у нас остались купольные камеры если вам нужна модульная к модульная камера купите себе копку купленную камеру разберите ее и разберите ее и возьмите оттуда модуль вот и все значит купольная камера чем вот прям чем она примечательна у нее весь купол сделан из пластика прозрачного внутри этого пластика ходит ну камерам ее можно в любое место поставить хоть вот вертикально как угодно из нее большая свобода перемещения внутри есть купольная камера который моторизированный перемещается объектив камеры внутри моторчиком у камеры часто бывает подсветка она тоже размещена за этим стеклом и это главный недостаток этих камер в темноте когда включается подсветка она освещает и пылинки которые стоят перед объективом это большие белесые пятна такие на картинке эти камеры вот в таком корпусе крайне не рекомендуется использовать на улице потому что скорее всего будут будет ужасная картинка через буквально там неделю использования значит производителя здесь и пошли на разные ухищрения чтобы снизить этот эффект но он все равно остается они сюда ставят резиновые прокладочки иногда еще что-то ну под себя могу сказать что это бы получалось уменьшить эффект вот этого белесых пятен это когда скотч сверху с черной изоленту с передней стороны объектив обклеиваешь но чуть-чуть получше будет значит второе это антивандальные они могут быть как пластиковые так и не очень это камера где корпус имеет отверстие где в небольших пределах ходит объектив ну вот так нарисуем это вылез да и мы можем вверх-вниз вверх-вниз и влево вправо немножечко покрутить шарик внутри то есть внутри камеры небольшой шарик который крутится эти камеры немножко сложнее поставить чем вот такие они более тяжелые по весу обычно особенно если они железные хотят все спорно все все часто они имеют компактный вид вполне нормальный рабочий размер камеры используем и уличный bullet да но будет это типа пуля на ножки какой-нибудь кронштейн какой кронштейн нужно смотреть на к они разные бывают удобные не очень на камере бывает козырек бывает козырек сразу встроенным файд отдельно его можно поставить это в общем не так важно все эти камеры не имеют вот этой проблемы с подсветкой потому что у них отделены иногда даже стекла иногда просто наклейки на стеклах уже на заводе идут пластиковые с передней и задней стороны камеры уличные могут быть с фарифокальным объективом могут быть с фиксированным ну в общем то в любом формате будьте внимательны с фарифокальным объективом камеры имеют иногда очень большие габариты особенно если камера поворотная иногда не имеют просто гигантские размеры то есть если берешь одну камеру на вот такая другая на на стол не влезет будет все место занимать и это будет поворотная большая громадная купольная к ним большие кронштейны и так далее на что стоит обращать внимание при выборе при выборе камера это на как в каком формате она работает хотя в последнее время на это меньше всего стоит обращать внимание сейчас регистраторы мультиформатные основной если так рассматривать параметры камер то то очень много зависит как качество картинки очень сильно зависит от размера матрицы размер матрицы нормальный 1 на 3 1 на 4 деленное это ну скажем так плохие камеры я бы их не рекомендовал к использованию но они зато дешевые зато старые аналоговые камеры остались только вот в этом в основном только вот в этом размере матрицы больше да есть starlight камеры от sony матрицы да они сделаны по моему на пол дюймовой матрицы я могу ошибаться но по моему там матриц большего размера они не имеют очень высокого разрешения у них очень классная свет чувствительность в темноте поэтому вот оптимальным вариантом будут камеры с матрицы 1 3 это может быть 1 деленное на 2 там 98 или там что-то типа такого на 2 и 7 2 и 6 это в общем-то все хорошо это все все хорошо все лучше чем 1 4 размер матрицы это основное разрешающая способность камеры в принципе важно да конечно важно но нужно понимать что камера в 5 мегапикселей через один год на улице если ее не протирать уже не будет на 5 мегапикселей снимать и многие детали вы просто увидеть потому что камеры испачкалась то есть такое минимально необходимое разрешение сейчас это full hd 1980 1980 на 1080 это вот такой минимальный необходимый стандарт двух мегапиксельные камеры 2 мегапикселя часто называют это же разрешение я пишу все названия 1080p 1080 именно п почему п а потому что есть маркетологи в разных компаний которые для того чтобы продать не очень качественный товар они говорят что регистратор поддерживает 25 кадров 1080 и то есть 1080p это разрешение меньше чем 1980 на 1080p для чего они это делают да я не знаю когда они могут вот это 1080p просто назвать 720p какие-то обманщики вот в общих чертах о камерах если что-то непонятно в общем то звоните мы вам поможем подобрать камерку оптимальны по цене и качеству все спал